Следующая тема это термодинамика. Дело в том, что я вообще в 2001 году занялся серьезно философией. И у меня получилась какая-то своя концепция. Мне захотелось проверить, а возможно ли с помощью философии решать частные задачи. Я выбрал две самые сложные, как мне казалось, темы, которые были у меня в студенческое время. Одна из них теория относительности. То есть я сначала доказал с позиции философских несостоятельностей, я здесь об этом не говорил, потому что я здесь только о физике говорю. И вторая тема это термодинамика. Второе начало термодинамики, в общем-то, насколько я знаю, вот сколько я беседовал с людьми, никто абсолютно ничего не может мне сказать об энтропии. Люди, которые проработали много-много лет в области теплотехники, они ответить не могут. И вот поэтому я решил с позиции философских тоже посмотреть на эту тему. У меня тоже получилось, что там ошибка. Та же, как и с теорией относительности. Я взялся за физику, почитал, восстановил то, что когда-то знал. Ну а математики хватило. Значит, я думаю, что все эти обозначения условные, я думаю, всем известны. И поэтому продолжим. Значит, первое начало термодинамики. Ну, первое начало термодинамики звучит так. Преращение внутренней энергии тела или системы тел детерминируется превращением теплоты и или работы. Вот. Ну, я не буду говорить здесь о работе, я буду говорить о чистом теплообмене. Мне так будет проще. А потом мы вернемся к тому, что есть. Вот Фейнман, как сказал. Теперь нам ясно. Если у нас имеются две машины, из коих одна работает при перепаде температур Т1 и 1 градус, а другая Т2 и 1 градус, и обе они выделяют при единичной температуре одинаковое количество тепла, то поглощаемое ими тепло должно удовлетворяться отношению. Ку1 деленное на Т1 равняется С и равняется Ку2 деленное на Т2. Но это означает, что если какая-нибудь обратимая машина поглощает тепло Ку1 при температуре Т1, а выделяет тепло Ку2 при температуре Т2, то отношение Ку1 к Т1 равно отношению Ку2 к Т2. Это справедливо для любой обратимой машины. Все, что будет дальше, содержится в этом соотношении. Это центр термодинамической науки. Но если это все, что есть в термодинамике, то почему же ее считают такой трудной наукой? Это сказал Фейнман. Я скажу так, до этого времени никаких проблем и нет. Все так, как он сказал, так и есть. Почему бы и нет, если говорить об одном градусе? Запишем для наглядности формулы в дифференциальном и в интегральном виде. Я обращаю ваше внимание вот на что. Здесь разговор ведется о квазистатическом процессе. Квазистатический процесс подразумевает добавление мелких порций теплоты таким образом, чтобы температура не изменялась. Это не я говорю, это говорит термодинамика. То есть, пожалуйста, ко мне никаких претензий. То есть, вот смотрите, обратите внимание. DQ и DS, а температура остается одной и той же. Ну и то же самое в интегральной форме. Так. Да, и еще вот, что я хотел сказать. Значит, если мы будем интегрировать, ну вот решать это уравнение, если бы у нас изменялась температура, если бы изменения были температуры, то, естественно, в конце концов получился бы логарифм. Но логарифм не получается, потому что температура приращения не имеет. Ну, на всякий случай. Вот. Значит, для наглядности я предлагаю переписать... Да, вот это тоже очень важно. Значит, формулу «Латентно заложенная информация о возможности приращения теплоты, якобы не обусловлюющей приращение температуры». Это очень важный момент. Формула говорит о том, что приращения температуры не будет. Так вот. Значит, я поэтому предлагаю переписать эту формулу вот таким образом. Вот пятая формула. То есть, подчеркивать будем, что «Т» равняется константе. А теперь я предлагаю вот что. А, вот. Таковая логика напоминает опорию Зенона о быстроногом Ахиллесе и неторопливой черепахе. Допустим, Ахиллес бежит 10 раз быстрее черепахи. И на момент старта он позади черепахи на тысячу шагов. Пока он преодолеет эту тысячу шагов, черепаха преодолеет 100 шагов. И так до бесконечности. В результате быстроногий Ахиллес так никогда и не догонит черепаху. И здесь температура никогда не поднимется более чем на 1 градус. Забавно, конечно. Так вот, интересно, что в квазистатическом режиме любое количество теплоты, подводимое к любому телу, не способно повысить температуру этого тела. Иными словами, появляется дырка, в которую можно сцедить всю энергию Вселенной. Я скажу вот что. Всегда люди, теплотехники, специалисты, они обращают внимание вот на что. Они говорят, так это же в замкнутой системе. Я говорю, хорошо, а кто против? Пусть наша воля ограничивает систему, правильно? Я говорю, да пусть вся Вселенная будет нашей системой. Ну и давайте так смотреть вот с этой точки зрения. То есть формально я совершенно прав. Так вот, я предлагаю вот такую штуку. Так, здесь видно, да, формулу или нет? Если не видно, ну я прочитаю. Значит, давайте таким же образом, абсолютно по этой логике, построим формулу закона Ома. Вот представьте себе, что нам удалось организовать такой идеальный режим, при котором все изменения напряжения создают превращение только исключительно сопротивления резистора, являющемуся в нормальных условиях постоянным. Выглядеть это будет так. ДР равняется ДУ, деленное на И. То есть, ну понятно, да? Закон Ома. Значит, если вы имеете представление об электричестве, вы возмутитесь. И никакие апелляции квазистатики вас не убедят. Что ж, значит, здравый рассудок вас не покинул. А вот электрики бы и не возражали, они бы просто смеялись. В общем, не смеяться над этим невозможно. Я сам электрик, поэтому я предложил такую штуку. По этому же принципу можно построить и формулу, пожалуйста, длины окружности. И мы, значит, даем превращение длины окружности такими маленькими порциями, что диаметр вообще не прирастает. И все будет ориентировано на π. То есть π у нас будет стремиться к бесконечности. Абсурд, по-моему, очевиден. Ну, дальше, наверное, смысла нет. Не иначе построены связи и между энтропией, теплотой и температурой. То есть, как бы мы ни растягивали процесс во времени, но любое превращение тепла обязано отчаше и непосредственно вызывать превращение температуры только температуры. И ничего другого, кроме температуры. А дальше нас пугает, что рост энтропии ведет к повышению температуры планеты в целом. Выглядит это примерно вот так. Предел энтропии при температуре, стремящейся к максимуму, а к нулю равняется нулю. Если же не расправ, то справедливо окажется обратная формула. Температура оказывается максимальной при стремлении энтропии к максимуму. Ну, здесь я хочу сказать вот что. Здесь ошибка. Ошибка почему? Потому что... Ну ладно, здесь еще вот добавлю. Отсюда и из-за утверждения того, что энтропия не умеет убывать, чтобы исследовать несколько ниже, и вытекает этот самый жупел, которым в течение последних полутора-столет пугали человечество. Да, я говорю о той самой тепловой смерти, которая всем известна. Для того, чтобы предел нердства сообразовывался со значенными формулами 2, 3, 4 и 5, ну вот они были прежде, ну вот это 5, например. Для того, чтобы сообразовывался, зависимость должна быть прямая, но она здесь обратная, зависимость между температурой и энтропией обратная. И поэтому этого быть не может. Но вот Егор как раз мне подсказал, Пестерев, интересную мысль. Но он сказал правильно. Но ведь тогда, когда у нас будет нулевая температура, у нас получается нулевая теплота. И поэтому тут получается неопределенность типа 0, деленная на 0. Да, я согласен с этим, но к этой теме я подойду несколько ниже. Там можно будет вернуться к этому. Ну а теперь я предлагаю обратить внимание на формулу 15. Вот это и есть второе начало термодинамики. То самое начало, которое говорит о том, что энтропия нарастает. В самом деле, если мы посмотрим на эту формулу, мы увидим, что при необратимом тепловом процессе, мы увидим, что, учитывая, что температуры равными не бывают, они не могут быть равными, если мы говорим о том, что будет иметь место теплообменный процесс, и получается, что дельта С у нас убывать не умеет, только нарастает. И она нарастает только потому, что у нас имеет место процесс теплообмена. Это не я говорю, это так говорит классическая термодинамика. Я предлагаю вот такую табличку заполнить. Но решать мы, наверное, не будем. Просто давайте я вам ее показал, что она есть. И в результате получается, ну, в конце концов, после преобразования всех этих, чистая математика говорит, что здесь получается дельта С равняется нулю. То есть, прирастания нет на самом деле. И все же, второе начало термодинамики утверждает, что приращение энтропии места имеет. Что ж, тем хуже для второго начала термодинамики. И физика, как мы здесь убедились, с ним не согласна категорически. Так. И теперь я предлагаю вот какую штуку. Именно вот по этой логике. По логике второго начала термодинамики. Ну, у меня есть такая слабость. Я люблю всегда, когда доказываю что-то неверное. Самый любимый мой способ — это сведение к абсорду. Ну, вот я по этой схеме строю вот следующий пример. Значит, вот я еду на своей оке, например, да. Вот, меня останавливает крутой какой-нибудь на BMW. И просит 5 литров бензина. Я ему даю 5 литров, а почему нет? Ну, у меня, когда я писал вот эту штуку, у меня пенсия была 5200. Вот, я к марту прошлого года готовил. Вот. Значит, у него, скажем, тысяча баксов с собой, да. Вот. И вот мы делаем исследование. И получается так, что я ему отдал больше, чем он смог взять. Вы представляете себя? Куда она, вот эта дельта, девается? А ведь она же куда-то девается. Наша дельта имеет место не потому, что осуществляется процесс перемещения бензина из бензобака в бензобак, а потому что мы воспользовались именно этим алгоритмом. И знак, приозначенный дельте, зависит от нашего выбора, от того, с какой ноги мы сегодня встали именно в это утро. В общем, формула так построена. Отдача очень просто. Ну, очевидно, что отношение некой величины к двум иным заведомо неравным между собой равными быть не могут. То есть в любом случае разность между ними нулевой не окажется. Посему следовало бы задуматься, а какой физический смысл процесса, описываемый подобным алгоритмом. Иными словами, что мы можем получить, выполнив это вычисление? Энтропия нарастает не потому, что имеет место теплообменный процесс, а потому, именно потому, или лишь только потому, что имеет место процесс применения формулы, выражающей второе начало термодинамики. Ну, вот я предлагаю такую штуку. Сейчас, секундочку. Какой физический процесс происходит при обмене теплом? Одно тело отдает какое-то количество тепла другому, а другое это тепло усваивает. И поэтому ошибки не будет, если вот так записать. Но что интересно, значит, мы говорим о теплообменном процессе. Это же понятно, так ведь, да? Вся термодинамика строится именно на этом. Но почему-то мы потом это дело сводим к обмену энтропиями. Вы замечаете, что мы говорим об обмене энтропиями? А, но этого быть не должно. Ну, вот формула. Это общая энергия тела. Мы добавили какое-то количество теплоты, получили что-то на выходе. А у другого тела мы, наоборот, отобрали и получили на выходе. Ну, и, в общем, равенство. И, в конце концов, получается, что что было, то и есть в плане энтропии. Изменение количества может повлечь за собой модификацию качества, но никак не трансформацию меры. То есть я хочу сказать, что в основной формуле здесь несколько неправильно предложено. А на самом деле мерой является, конечно же, энтропия. Это понятно. Вот так. Ну, я, в общем-то, не все, наверное, показывал, рассказывал. Но ничего, здесь все написано. Так вот, недоверие ко второму началу термодинамики я выражаю с позиции математики, логики, физики, закона сохранения энергии и вещества и с точки зрения философии. Надо заметить, что некоторые детали в рассуждениях нуждаются в дополнительных комментариях. Так, видимо, следует дать одно частное пояснение. Дело в том, что в этом месте желательно пристально рассмотреть такое понятие, как внутренняя энергия. Какой смысл заложен в этот термин? Дело в том, что подводимая к телу теплота приводит к изменению температуры последнего. И зависимость такая известна. Фу равняется ЦМ Т2 минус Т1. Вот мы добавили тепло, еще добавили, еще. Что же получилось? Ну, конечно, вырастает. Вот мне интересно, а возможно ли выяснить, а какова полная энергия? Да, конечно, возможно. То есть мы берем формулу, ну, вот она внизу, вам не видно, я прочитаю. Полная энергия равняется ЦМ на Т по Кельвину минус 0. Вот, собственно, ЦМ Т. Это полная энергия получается. Внутренняя энергия тела – это то самое количество теплоты, которое обусловливает его фактическую температуру в данный момент времени. Ну, а дальше я предлагаю вот что. Взять и сделать элементарный расчет. То есть вместо Ку поставить вот то, что было перед этим. И в конце концов, интересная штука. С, абсолютная, наша энтропия, равняется ЦМ. То есть удельная теплоемкость на массу. Или полная теплоемкость, грубо говоря. Вот, и в конце концов, получается, что абсолютная наша энтропия равняется, оказывается, теплоемкость. Очень интересно. Ну, в таком случае обратимся к справочникам и увидим, что Ц равняется ДК по ДТ. Это очень интересно. Я обращаю ваше внимание, что в пермодинамике еще есть формула ДС равняется ДК по Т. Вы замечаете разницу? В одном случае все превращения теплоты ориентированы на температуру, а в другом случае все превращения теплоты ориентированы на энтропию. Но, в принципе, этого быть не может же. То есть, либо то должно быть верным, либо другое. Но не может быть такого, чтобы и то, и другое вместе. Дальше будет и честное. Не может быть такого, чтобы при соблюдении одних и тех же условий в одно и то же время превращение некой величины вызывало превращение либо другой величины, либо третьей. Абсолютная энтропия системы, будучи численно равной теплоемкости этой же системы, практически не зависит ни от теплоты, ни от температуры. Она является той самой мерой, каковая и увязывает превращение теплоты, подводимой к данной системе, с вызываемым им превращением температуры этой же системы. Ну вот, я просто взял табличку такую, нарисовал. И у нас получается, смотрите, ну тут все не важно, наверное, все параметры. Это просто температуры я брал любые. И самое главное, что S остается одной и той же. S мы проверяем именно точно так же. Q делим на T. И у нас получается S. Это понятно, да? Значит, в квазистатическом режиме теплоемкостел, участвующих в теплообменном процессе, равняется бесконечности. То есть, так получается по этим формулам. А вот теперь я вам предлагаю три формулы. Основная формула термодинамики, D, S равняется DQ по T. А потом, это просто формула. Это теорема Нерста, или третье начало термодинамики. И вот формула, которая известна даже школьникам. C равняется DQ по DT. Так вот, я хочу сказать, что очень интересно. Но эти три формулы взаимно не читаются. Каждая из них отрицает две других. То есть, вывод очень простой. Хотя бы две формулы здесь не верны. То есть, может быть, и все три, я не против. Но хотя бы две, это однозначно. Значит, ну, вполне естественно, всю жизнь пользуемся вот этой формулой, и она нас не обманывает, да? Формула 3, да? Называйте, я просто смотрю на это. Значит, я понял, называть буду. Значит, пожалуйста. Я хочу сказать, что формула 25, она верная, она правильная. То есть, мы когда добавляем теплоту, у нас добавляется и температура. Почему шестая формула не верна? Я уже говорил, дело в том, что здесь между температурой и энтропией зависимость по этой формуле, если рассуждать, зависимость должна быть прямой, а она обратная. Понятно, да? Вот. В третьей формуле. Видите, что она обратная? В третьей формуле. Ну, вот, вот, вот. Я об этом и говорю. Вот. То есть, получается, что эти формулы, хотя бы две не верны, но ведь интересно, что на этих формулах, как на трех китах, выстроено здание термодинамики. Вот почему эта наука и не совсем понятная. Давайте еще раз рассмотрим формулу 15. Дело в том, что формула, вот, мы все ее видим. Но самое интересное, что мы видим то, что мы знаем. Нам сказали, что здесь от S2 отнимается S1. И мы это дело так и понимаем, что от S2 отнимается S1. От одной энтропии отнимается другая энтропия. Так ведь, да? Согласны все? Но дело в том, что знак минус – это не обязательно оператор вычитания «я». У знака минус есть еще и другая функция. Это еще и оператор сравнения. Я предлагаю вот что. Вот взяли двух блондинок и взвесили. Выяснили массу. Каждый. А где они у меня, эти блондинки? Вот. Ага, вот. Выяснили массу. И взяли из одной массы, выяснили другую. Мы сравнили. Это не значит, что массы изменились. Мы просто сравнили. Это оператор сравнения. Так же и здесь. Так же и здесь. Мы сравниваем, насколько одна больше другой. Но мы не вычитаем. Невозможно забрать у одного предмета его свойства. А энтропия – это свойство предмета. Это свойство тела. Как можно свойства забрать? Дело в том, что теплоту забрать можно. Температуру забрать тоже нельзя. Это свойство тела. А теплота нет. Теплота, она может мигрировать. Пожалуйста. Вот. То есть, вы заметили, что получилось? Оказывается, даже мало того, что само уравнение неверно. Его еще и трактовали неверно. И поэтому нам говорили, что вот нарастает энтропия. Вот еще раз я повторяю вот эту формулу. Смотрите. В результате энтропия нарастает. Вот и дельта С. Если рассуждать с классических позиций. Но на самом-то деле этого не происходит. Энтропия, задействованная во втором начале термодинамики, суть потенциальные характеристики участников теплообменного процесса. Ненулевое значение дельта Х подразумевает возможность теплового обмена. Но если это единственная польза от уравнения, выражающая второе начало термодинамики, то надо бы заметить, что в качестве потенциальных характеристик могут быть с не меньшим успехом использованы температуры тел. Разность температур является необходимым условием для процесса теплового обмена. И все. И ничто не берется ниоткуда. Никто ни у кого ничего не отнимает и никому ничего не отдает, кроме теплоты, разумеется. Результат сравнения очевиден. У того из тел, участвующих в теплообменном процессе, у которого температура ниже, энтропия на момент начала процесса всегда будет выше. И еще. Мелочь. Температура не является характеристикой теплоты. Температура имманентна только и исключительно физическому телу. Космическая пустота тоже тело, просто оно иное. И потому отношение отдаваемой теплоты к температуре смысла не имеет. Представим себе любое физическое тело и охладим его мысленно до нуля по Кельвину. Эксперимент, повторяем, мысленный, и потому ему ничто помешать не может. И вот лежит это тело, не имеющее в себе ни чуть-чуть тепла и ни чуть-чуть температуры. Чему равняется его энтропия? Ясное дело неопределенности. Ноль деленное на ноль. Это то самое, о чем говорил Егор Пестерев. А теперь подведем к этому телу любую дозу тепла при ненулевой температуре по шкале Кельвина. Пусть это будет для простоты один градус. И тогда у нас получится вот что. Мы добавляем температуру и смотрим по второму началу термодинамики, что получится. У нас получается, смотрите, dq деленное на ноль и dq деленное на один. А dq деленное на ноль, это равняется бесконечности. То есть энтропия у нас оказывается бесконечной. Она оказывается не нулевой. Это я подчеркиваю еще раз, почему. Потому что показываю, что Неркс был неправ. Она оказывается, энтропия не нулевая, она оказывается бесконечная. Ни конкретная температура, ни абстрактная энтропия при теплообменных процессах не передаются, ибо они являются свойствами тел. В теплообменных процессах происходит только исключительно переоспределение теплоты. И она, эта теплота, непосредственно изменяя свойства тел, вызывает изменение температуры. Ну, здесь я предлагаю вот что. Если вдруг нам захотелось узнать, сколько, ну, вернее, узнать, какова температура будет, если будет участвовать несколько тел в теплообменном процессе. Ну вот, я вывел вот такую формулу. А потом через полгода залез справочник, что-то есть у меня такой красивый справочник. Оказалось, это правило Рихмана. Обидно было, знаете, да? Но все равно я сам придумал. Так вот, значит, можно точно так же выяснить, как в теплообменном, скажем, процессе поучаствовали тела. Интересно, а сколько теплоты у какого-то определенного тела? Пожалуйста, можно по этой формуле выяснить. Это несложно. Ну и самое интересное, можно ли просчитать, какова энтропия Вселенной? Да, конечно, можно. Мы берем все массы, каждую массу умножаем на свою теплоемкость, вот, суммируем и узнаем, какова антропия Вселенной. Так, значит, ну это не обязательно, вот. Значит, вот еще что. Значит, дело в том, что... Что, заканчивай, да? Да, уже. Три минутки, три минутки, можно? Хорошо, хорошо, я не против. Хорошо, спасибо. Значит, дело в том, что у второго начала термодинамики имелось одно интересное свойство. Это начало запрещало передачу тепла от тел более холодных, тела более горячим. И если я решил отменить эту формулу, то надо как-то сделать так, чтобы восстановить справедливость. Вот я предложил формулу, которая выражает именно это свойство. Формула 42. Значит, результирующая температура не может выходить за крайние пределы начальных температур тел или систем, участвующих в теплообменном процессе. Я особенно подчеркиваю, что второе начало термодинамики говорило только о двух, так сказать, входящих, да? У меня, пожалуйста, их может быть сколько угодно. То есть я предложил более интересную вещь. Ну и еще что? Давайте тогда вот что. Заканчиваю уже. Значит, самое неприятное в термодинамике это ноль по Кельвину. То есть когда температура доходит до нуля по Кельвину, у нас возникают проблемы. Поэтому я решил просто показать, что же получается. Оказывается, и тогда, когда по Цельсию, скажем, мы подходим к нулю, и там возникают проблемы с той же самой энтропией. И когда по Реомюру, и когда по Фрингейту. То есть у нас все равно от этих проблем мы уйти не можем. Значит, я предложил другую шкалу. Мою собственную шкалу. Значит, смысл такой. Ну, где-то минус 300 по Цельсию, грубо говоря. И тогда при ныре Кельвина у нас проблем не будет. Вот. Вот все, что я хотел сказать. Значит, и да, внизу это реклама, пожалуйста. Рекламу можно, да? Рекламу можно оставить. Это мой сайт. Все, что я здесь читал, можно будет там найти. Пожалуйста. Спасибо за доклад. Нет, нет, нет. Я... АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ